МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костинникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выпускники 9-х классов севастопольских школ сдали основной государственный экзамен по математике. Результаты станут известны не позднее 30 мая. Минувшее воскресенье в Севастополе состоялось торжественное открытие 31-го международного кинофестиваля «Золотой Витязь». В ночь с 21 на 22 мая в Севастополе прошла всероссийская акция «Ночь музеев». В Севастопольском театре юного зрителя стартовал показ премьерного спектакля «Золушка» по мотивам знаменитой сказки. Девятиклассники севастопольских школ написали экзамен по математике. В городе продолжается основной этап государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. 23 мая 4700 школьников сдавали экзамен по одному из двух обязательных предметов для получения аттестата. Гимназия номер 7 сегодня шумно. Ребята проходят контроль на входе. Здесь проверяют документы и измеряют температуру. С собой можно взять только паспорт, черные гелевые ручки, воду и шоколадку. Выпускники 9-х классов готовятся писать обязательную экзаменационную работу по математике. На выполнение 25 заданий дается 3 часа 55 минут. Сегодня мы присутствуем на пункте, где у нас 7 образовательных организаций. Сейчас уже ребята пришли на пункт, прошли все необходимые процедуры и настраиваются на то, чтобы получить экзаменационные листы, пройти инструктаж и приступить к выполнению задания. Всего в городе 22 пункта проведения экзамена на базе общеобразовательных школ. Еще 13 пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году экзамен по математике проводят в один день. Отменена шахматная рассадка, действовавшая ранее в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции. Есть и другие нововведения. В прошлом году ребята, 9-классники сдавали два основных предмета, и у них не было по выбору, поэтому в этом году для наших ребят такое определенное испытание, потому что 4 предмета. С другой стороны, это очень хорошая подготовка для тех детей, кто пойдет сознательно в 10-й класс и мечтает поступать выше, чем на заведение. Для того, чтобы экзамен прошел честно и прозрачно, в кабинетах организовано видеонаблюдение. Цифровые технологии используются и при проверке работ. У ребят два типа заданий. Первый – это с кратким ответом. Это первый бланк. Он обрабатывается в компьютеризированном виде. ЛИС-2, дополнительный бланк номер 2 он называется. Они обрабатываются уже экспертами, проверяются, передаются им на проверку. Итоги ОГЭ по математике станут известны не позднее 30 мая. А впереди у 9-ти классников предметы по выбору. Общество знания, физика, химия, биология. И, конечно, второй обязательный предмет – русский язык. Экзамен, по которому пройдет 7 июня. Полина Галушка, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Губернатор Севастополя предложил проводить крупные продовольственные ярмарки товаров по сниженным ценам ежемесячно. Соответствующую идею Михаил Развожаев высказал в ходе аппаратного совещания в правительстве города. Комментируя доклад директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Натальи Скорюковой. Также городоначальник предложил представлять на ярмарках сезонные фрукты и овощи и расширять географию производителей. У нас майская прошла. В конце июня, в конце июля, в конце августа. Три дня полноценно с сезонными товарами. Сейчас было 60 мест, где-то до 100 мест сделать. Чтобы это традиционно, чтобы горожане привыкали, что в конце месяца можно поехать по сниженным ценам, сезонную продукцию, купить, запасти что-то и так далее. Давайте возможность рассмотрим. Как сообщила директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталья Скорюкова на текущий момент в городе запланировано проведение нескольких продовольственных ярмарок в августе и сентябре. На этих ярмарках будут предоставлены свежие продукции уже этого года, этого урожая. У местных фермеров и агропромышленных предприятий есть в этом потребность. Также мы готовы привлечь владельцев личных приусадебных участков, чтобы они по сниженным ценам имели возможность реализовать свою продукцию. Привлечение новых участников на ярмарки позволит увеличить ассортимент и обеспеченность минимальной торговой наценкой на товары. Такие ярмарки – прекрасная возможность для жителей города Севастополя сделать необходимые запасы овощей. Напомним, первая весенняя ярмарка товаров по сниженным ценам прошла в Севастополе в конце апреля на парковке рынка Южный в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Там можно было приобрести и фермерские товары – овощи, крупы и мед, молочные продукты, стоимость которых была несколько ниже, чем в магазинах и супермаркетах. Гранд-сервис-экспресс продлил маршрут мурманского поезда Таврия до Севастополя. Поезд отправляется в первый рейс из нашего города 25 мая, а из Мурманска – 29 мая. Также впервые будут запущены вагоны без пересадочного сообщения «Архангельск-Севастополь». Об этом сообщается в телеграм-канале компании-перевозчика. В нем говорится, что поезд проследует через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и Вологду. Он соединит 11 региональных центров, пройдет 4620 километров и сделает остановки на 62 станциях. Весь маршрут «Архангельская группа вагонов» проходит примерно за трое суток, мурманская – за три с половиной дня. Поезд продолжит курсировать до конца сентября. Правительство Архангельской области преподнесло в дар храму святителя Николая в Камышевой бухте памятный якорь в честь 80-летия Соловецкой школы ЮНГ. В мае 1942 года по приказу народного комиссара ВМФ СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова была создана самая юная воинская часть, давшая Северному флоту более 4 тысяч моряков. На освящении якоря, пополнившего коллекцию храма во имя святителя Николая Чудотворца, присутствовали юные моряки Севастополя, воспитанники Нахимовского училища и детской морской флотилии имени адмирала Кузнецова. Ребята услышали напутственные слова от юнг-ветеранов Великой Отечественной войны и настоятеля храма отца Сергия. Знаменательно то, что мы совершаем освящение, это якоря дар приносится в день нашего небесного покровителя, святителя Николая Мерликийского Чудотворца, как известно, покровителя путешествующих моряков. Морской якорь – один из древних символов христианства наряду с крестом. Для моряков это символ веры и надежды на спасение. Не случайно в коллекции храма Николая Чудотворца теперь уже 23 якоря, подаренных в разные годы общественниками, ветеранскими организациями и меценатами, как напоминание о героях-защитниках Отечества и их духовной стойкости. Мы обязаны принять эти славные традиции соловецких юнг. Надеюсь, якорь будет тому напоминанием каждому из нас. В Севастополе торжественно открылся 31-й международный кинофорум «Золотой Витязь» в конкурсной и вне конкурсной программах, которого представлены художественные, документальные, анимационные, студенческие и детские фильмы. Фестиваль проводится совместно с правительством Севастополя при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Масштабный кинофорум традиционно встретил приехавших гостей красной дорожкой у главного входа в театр имени Луначарского. Несмотря на трудности, им удалось добраться до города-героя из Германии, Индии, Сербии, Республики Беларусь, Донецкой и Луганской Народной Республик. Президент «Золотого Витязя», народный артист России Николай Бурляев отмечает, что участников, в том числе и именитых, должно было быть намного больше. Форум даже находился на грани срыва. Тем не менее, кинофестиваль, за время проведения в нашем городе снискавший огромную любовь севастопольских зрителей, открыт. В этом году к традиционному слогану «За нравственные идеалы, за возвышение души человека» прибавился девиз «Против нацизма». Это восьмой севастопольский кинофорум и тридцать первый кинофорум «Золотой Витязь» со дня его рождения. Праздник, праздник со слезами на глазах, особое время для России, особое время для мира, который допустил вот это безобразие в моей прародине Украине, который видел фашизм, как он расцветает. На этот раз особое внимание экспертного совета «Золотого Витязя» уделено деятельности военных корреспондентов ВГТРК, учрежденной в прошлом году медали имени Юрия Левитана за выдающийся вклад в теле- и радиожурналистику удостоены Евгений Поддубный, Александр Сладков, Андрей Медведев и Семен Пегов, сумевший добраться до Севастополя и получить награду лично. Севастополь, как ни странно, стала для меня родным городом не здесь, а под Мариуполем. Я объясню почему. Именно там сейчас сражаются и бились все эти дни ребята с 810-й бригады морпехов, которые реально герои с большими потерями, с потом, с кровью, где-то, наверное, со слезами на глазах, где-то с улыбкой. Ребята сделали огромную, тяжелейшую героическую работу. Военно-патриотическая тематика всегда занимала особенное место в конкурсной программе «Золотого Витязя». Этот год, разумеется, исключением не стал. Всего на суд зрителей Севастополя представят около 190 фильмов, созданных кинематографистами из 21 страны мира. Традиционно, ежегодно мы открываем с теплотой, с радушием все наши площадки, все наши кинотеатры для просмотра, для показа кинофильмов, лент. Главный неизменный критерий при отборе фильмов для фестивальной программы «Золотого Витязя» – стремление к высоким духовным идеалам и сохранению самобытности русской культуры, следование лучшим традициям отечественного кинематографа, заложенным в 20-м столетии. «Сам девиз фестиваля уже говорит о том, что надо мобилизоваться и нужно культуру тоже приводить в боевое состояние, уже хватит развлекаться, а нужно действительно, чтобы это тоже было оружием и орудием, воспитания, героизма, патриотизма, любви к родине, всего чего угодно, то, что было раньше. Они говорят, что вот, почему вы все время сравниваете там с советским кино, ну потому что тогда это было искусство, да, это было кино называли, сейчас называют проект, продукт по-разному, но никак не кино». 31-й международный кинофорум «Золотой Витязь» продлится до 28 мая. Посетить фестивальные сеансы можно бесплатно в кинотеатрах города. Многие киноленты авторы представят зрителям лично. Также в рамках фестиваля пройдут концерт артистов Иркутского городского театра народной драмы, презентации книги Николая Бурляева об Андрее Тарковском, ретроспектива фильмов к 85-летию Андрея Кончаловского. С полной программой мероприятий «Золотого Витязя» можно ознакомиться на сайте форума «Золотой Витязь.ру». Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» в этот раз проходила в ночь с 21 на 22 мая. Тысячи желающих получили возможность побывать на самых разных экскурсиях и культурных программах городских музеев абсолютно бесплатно. В Севастополе работали 18 открытых для свободного посещения площадок. Среди них панорама обороны Севастополя 1854-1855 годов и музей-заповедник Херсонес Таврический. Жена солдата, сестра милосердия, крестьянка и русский артиллерист. На фоне боя и окопных сооружений времен Крымской войны. Сотрудники панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов в рамках акции «Ночь музеев» постарались максимально оживить сюжеты сражений, проходивших почти 170 лет назад. Экскурсоводы, переодетые в костюмы участников событий XIX века, встречают посетителей и сразу погружают в историю о героях и простых людях, участвовавших в обороне нашего города во времена Крымской войны. Дело в том, что «Ночь музеев» – это не просто открытые экспозиции, это не просто посещения, где вам расскажут и покажут в обычном стиле. Не так. Все сделано таким образом, что экспозиции как будто бы оживают. И те картины или те события, которые освещает тот или иной музей, они приобретают совершенно другой характер, другой вид. Вот и наш музей к этому готовится немножко иначе. Сотрудникам панорамы удалось впечатлить многочисленных гостей. По словам ночных посетителей, сейчас экскурсии в музей Севастополя актуальны, как никогда. «Сейчас именно интерактивная экскурсия в ролях, можно так сказать, очень понравилась. Получили огромное удовольствие, потому что Севастополь для меня – это самый лучший город на Земле. Истории пропитан, духом патриотическим. И сейчас в это время очень-очень грамотно сделано, что дети есть, чтобы наши поколения передавали друг другу всю вот эту информацию». «Самое интересное то, как держались наши бойцы, как защищали Севастополь, их мужество, их быт в то время, это всё настолько впечатляет, что это пример для молодёжи и для нас даже старшего возраста». Ежегодно панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов во время ночи музеев посещает несколько тысяч человек. Перед входом музея выстраивается длинная очередь. Чтобы скрасить ожидания, в этом году перед гостями выступил музыкальный ансамбль «Жар птица». «Ночь музеев» – это акция, призванная показать людям, что история – это увлекательная, это то, чем важно интересоваться. «Пока ещё не сезон, да, то есть у людей есть свободное время для посещения, для того, чтобы ближе прикоснуться к истории, посмотреть разные памятники, архитектуры, наследия нашей истории». Херсонес-Таврический – ещё одна площадка, открытая для посещения в одну из последних ночей мая. По словам директора музея-заповедника Елены Морозовой, ночь музеев ознаменовала открытие туристического сезона 2022 года. «Мы сегодня ночью музеев открываем свой новый туристский летний сезон. Сегодня ночь музеев для нас, музейщиков, это не только праздник, но и великая ответственность перед вами, севастопольцы и гости нашего города. Ответственность за то, как мы жили, что мы сделали для вас, что мы сделаем нового и привлекательного для того, чтобы вы приходили сюда с радостью и чтобы Херсонес был для вас не просто музеем, а домом». На протяжении пяти часов с восьми вечера до трёх утра на территории Херсонеса Таврического более 12 тысяч гостей увидели греческие танцы, театральные представления, мастер-классы, фильмы, концерты, иммерсионные шоу и многое другое. «Сегодня мы открыли золотую кладовую для наших гостей, где будет продемонстрировано уникальные украшения, которые были найдены в ходе археологических раскопок Херсонеса Таврического, экспедициями Херсонеса Таврического. Впервые мы открываем реставрационную мастерскую, где наши реставраторы покажут, как рождаются, вернее возрождаются уникальные артефакты и как они подготавливаются к экспозиции. Ну и, конечно, можно будет в рамках мастер-классов себя попробовать в реставрационной работе по металлу, по камню, по керамике». Гостям дали возможность попробовать себя в роли реставратора. Под наставничеством профессионалов каждый постарался воссоздать из своего фрагмента настоящий древний артефакт. «Это увлекательно. А когда увлекательно, сложно быть не может, потому что все эмоции, все энергии и знания, стремление получить знания всегда не могут быть трудными, тяжелыми. Увлечения, когда идет познание нового материала, вникающего в суть исторических фактов, то это оставляет в знаниях и в памяти очень большой след». Украшение собственного пряника – еще один мастер-класс с пользующийся спросом, в первую очередь у детей. «Пряники делать – это очень классно. Я даже не ожидала, что тут есть так много всего. «А ты пряник этот потом кушал, а не нужно подарить кому-то?» «Не знаю еще». «А на прянике я заметил, что у тебя какой-то рисунок, ты знаешь, что это?» «Да». «И что ты хочешь делать?» «Ну, это похоже на колокольчик какой-то». Среди гостей в эту ночь много приезжих. Они рады, что ночь музеев дает возможность увидеть Севастополь иначе, узнать его историю, найти новые знакомства, стать частью такого масштабного события. «Да, мы из Санкт-Петербурга. Мы сегодня были на Малаховом кургане, мы сегодня прошли по центру и вот успели, очень счастливы, что попали сюда. Спуски посмотрели, посмотрели, в ДОД спустились. Инсталляцию подземлили. Первый раз нам ночь музеев пришли, ну вот попали на ночь музеев. Знаете, честно говоря, захватывают эмоции, пока не знаю даже, что сказать. Все здорово, очень хорошо все организовано». В этом году к акции «Ночь музеев» присоединились несколько туристических маршрутов по городу и музею «Подземный Севастополь». Всего 18 открытых для свободного посещения площадок. Яна Витринюк, Антон Шличков, Юрий Реутин, СЕФ, Информбюро. Севастопольский театр юного зрителя представляет публике очередную премьеру. Артисты подготовили спектакль «Золушку» по мотивам знаменитой сказки, широко известной в редакции французского литератора 17 века Шарля Перо. Сценическая интерпретация петербургского режиссера Василия Заржецкого рассчитана на самую широкую зрительскую аудиторию. Сказочным сюжетом, как правило, присуща идеализация героев. Одни воплощают исключительное добро, другие – абсолютное зло и коварство. Силы света по законам жанра обязаны победить в финале. Разумеется, так и происходит в еще одной театральной версии нестареющего сюжета, предложенной севастопольским тюзом. Однако четкой границей между светом и тьмой режиссер Василий Заржецкий сознательно не проводит, давая понять юным зрителям, что в жизни в целом и в каждом человеке в частности добро и зло противоборствуют постоянно и крайне важно стремиться к тому, чтобы первого стало намного больше. Фею, конечно, можно ждать очень долго, верить в чудо. Это, безусловно, очень важно для любого человека. Но каждый человек в этой жизни пробивает себе какую-то свою дорогу, свой путь сам, своими собственными силами. И вот чувство свойства оптимизма очень главное для него. Оно, прежде всего, ведущее. И самое главное, чтобы эта дорога оказалась чистой, правильной и верной. Да, именно дорогой добра, а не дорогой зла. Сейчас я очень счастлива. Ничего, что я так говорю. Именно оптимизм, вера в добро и желание изменить свою жизнь в лучшую сторону позволили сказочной героине выбраться из тьмы и найти свое счастье. Золушка в версии авторов постановки отнюдь не забитая мачехой и сестрами заморашка, которую хочется пожалеть, сопереживая ей. Чувство собственного достоинства и уверенности в себе девушке не изменяет. Действительно, у нас не очень классическая Золушка получилась. Она с характером, она знает, что тоже достойна счастья и что она к ней придет обязательно. И она жаждет вот этого праздника и не понимает, за что такая несправедливость. По задумке режиссера, действие спектакля происходит не в доме Лесничева, а в балетном классе, где преподает злая мачеха. В Золушке Василия Заржецкого танцуют все персонажи, ведь королевский бал – решающее событие, к которому каждый должен быть готов. Постановкой эффектных номеров занимался известный петербургский хореограф Антон Дорофеев. Благодаря работе с ним актеры севастопольского ТЮЗа обрели новый творческий опыт. Он посмотрел, что мы можем и уже от наших возможностей выстраивал нам такую хореографию, чтобы мы в каждом своем движении смотрелись галантно, легко, воздушно и профессионально. И я думаю, что это получилось, за что ему огромное спасибо. Ну, такого опыта у нас еще не было. Новая постановка наполнена не только искрометным юмором, на который молниеносно реагируют взрослые и дети, но и рядом самых неожиданных режиссерских решений. Одно из них – перевоплощение друга принца в образ той самой волшебной феи, что помогла Золушке попасть на желанный бал. История, она всем известна, и от этого даже слегка как бы приторна. И вот этот вот юмор, который вносится за счет феи, всех приколов, тыквы, карет, подколов от его друзей, этому принцу, оно все немножко разбавляет ту самую приторность и дает немножко, ну, возвращает нас немного к жизни, как мне кажется. Постановка Василия Заржецкого «Золушка» – сказка для всей семьи. Посетить премьерный спектакль и оценить преподнесенный неординарным образом незамысловатый старинный сюжет зрители смогут как в дневное, так и в вечернее время. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. Движение и спорт в любом возрасте. 21 мая в парке Учкуевка прошел мастер-класс по скандинавской или северной ходьбе. На событии, приуроченном ко всемирному дню этого вида спорта, с удовольствием собрались десятки представителей старшего поколения, жителей северной стороны. Пригласили людей, которые никогда не занимались скандинавской ходьбой, познакомиться с этой дисциплиной, познакомиться с техникой правильной, рассказать, на что она влияет, как она способствует здоровью, и что это самый доступный вид спорта для любого возраста. Скандинавская ходьба – один из наиболее щадящих, но при этом эффективных видов спорта. Именно поэтому он так подходит пожилым людям. Те, кто начинают заниматься регулярно, отмечают, что у них пропадает отдышка, проходят боли в спине, улучшается общее самочувствие. Замечательный, полноценный мастер-класс. Мы теперь знаем, как правильно себя вести, как правильно должны работать мышцы, дыхание, ноги, руки, все остальное, и даже жонглировали немножко. Поэтому мне очень все понравилось. Также понравилось и моим друзьям, которых я сегодня пригласила и знакомым. Я думаю, чтобы не останавливать это мероприятие, его нужно как-то систематизировать и проводить. Может быть, не в парке. У нас прекрасный парк «Любимовка» сейчас открыт. И он тоже пустой, красивый, но пустой. Его нужно заполнить вот такими мероприятиями, очень нужными для всех нас и для здоровья в первую очередь. В 2019 году «Северная ходьба» была признана спортивной дисциплиной в рамках вида спорта, спортивный туризм. И мы этому очень рады, потому что наконец-то были утверждены определенные правила, определенные требования. Да, это позволяет проводить соревнования по «Северной ходьбе». Мы даже тех постоянных участников наших тренировок потихонечку к этому готовим. И если все сложится, то осенью, надеемся, к всемирному, всероссийскому дню ходьбы мы проведем настоящее соревнование по «Северной ходьбе». Мастер-класс, часть проекта партии «Единая Россия» – старшее поколение. В июне его руководители надеются провести следующую встречу, а со временем охватить все муниципальные округа города, познакомив как можно большее количество севастопольцев с преимуществами скандинавской ходьбы. И в завершении выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 24 мая, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов выше нуля. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 8 детей, 2 мальчика и 6 девочек. На сегодня это все. Телефон редакции 59-0060, а также мобильный – плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Продуктивной вам рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин